Спорт доступный для всех. Более ста мячей всех возрастов и уровня подготовки 2 и 3 апреля в стенах библиотеки имени Пушкина собрал открытый кубок Омской области по быстрым шахматам. Мемориал геолога Николая Квасова. Турниру более 10 лет и традиция сложилась в память геологам, которые как раз в день геолога, это первое воскресенье апреля, уходили в партии. То есть устанавливалась благоприятная погода и они одевали защитные костюмы, брали с собой кирки, молотки и уходили на поиски полезных ископаем. Но когда была не погода, не настие и вечер, геологи грелись у костра, играли на гитаре, играли в шахматы. И так сложилось, что мой отец, он долгое время был руководителем нашей экспедиции в Омске, он играл неплохо в шахматы, играли его друзья. И когда папа не стало, возникла идея превратить все в такой красивый многочисленный турнир. За несколько лет существование турнир уже стал привычным для мячей. Заранее списки участников здесь не готовят. Регистрация проходит на месте, буквально за пару часов до начала поединков. Старт дают после торжественного открытия. В этом году пожелал спортсменам здоровья и удачи министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, который также наградил представителей городского шахматного клуба за значительный вклад в развитие шахмат в регионе. Турнир памяти Квасова, такой уже у нас очень традиционный, сильный, наверное, один из самых мощных турниров, таких вот любительских, которые проходят именно на этой площадке вот с прошлого года. Я считаю, это определенная знаковость такая, что мы вообще, есть идея здесь более мощно развивать шахматы на базе библиотеки Пушкина. Также соревнования посетила двукратная олимпийская чемпионка по пылевой стрельбе Виталина Бацарашкина. Спортсменки предоставили право сделать первый ход. Турнир официально открыт. Турнир проходит в общей группе в 13 туров. В первый день 7 туров с контрольным временем 10 плюс 5. 10 плюс 5 это 10 минут на всю партию и 5 секунд на каждый ход, в копилочку каждому игроку. Во время первого тура, за 7 туров, мы определяем 8 лидеров, которые попадают в сетку плей-офф для определения первого места. И там проводим матчи на вылет. Но игроки, проигравшие в плей-офф, не выбывают из турнира вообще, а попадают опять в швейцарский турнир, который тем временем продолжается. Первые два приза разыграли, как и полагается, в финальном матче. Победителем стал Альберт Адербаев. Второе место у Георгия Качекяна. Оставшиеся призы распределили между участниками турнира по швейцарской системе.